В Казани завершают свою программу старейший в России фестиваль оперного искусства имени Фёдора Шаляпина. Каков он, 33-й шаляпинский фестиваль, сегодня поговорим в программе главной новости. В студии Тимур Рага, здравствуйте. Тимур Рага, здравствуйте. Тимур Рага, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы приняли участие в нашей программе, что вы находитесь в нашей студии. Прежде чем начнем обсуждать сам фестиваль, я предлагаю познакомить телезрителей с небольшим сюжетом, после чего начнем обсуждение. Итак, внимание на экран. Гала-концерт дает возможность перевести дух от накалявшихся страстей на сцене и вокруг нее и погрузиться в иную харизму вокального искусства. В этом году на концерте будет немало дебютантов, среди которых участница проекта «Большая опера» Василиса Бержанская. Здравствуйте. Международная звезда Альбина Шагимуратова выступит лишь один раз, 17 февраля. У певицы, находящейся в блестящей форме, расписан каждый день, однако и год тоже. Практически все расписано до 2019 года. Дебютант фестиваля «Живущий в Вене» Павел Кудинов погружается в сценографию вечной истории любви и ненависти Кармен и Хозе. Петь такой материал – это словно заново родиться. Все зависит от музыки. Мне эта музыка не надоедает. Было как-то у меня 20 Кармен за полтора месяца. Не надоело. Блондинка Кармен или еще одна жительница Вены Елена Максимова все же за оригинал новеллы «Проспера Мереме». Самый любимый считает киноверсию отечественную, где играет Игорь Петренко. Мне нравится первоисточник. И, конечно, фильм «Кармен наш русский» очень близок к первоисточнику. Для меня это основа. Для меня вот это Кармен всего ближе. Километры дорог, которые преодолевают служители высокого искусства, кажутся бесконечными. Они выматывают, но порой дают возможность держаться в тонусе. Как считает исполнитель партии Бориса Годунова Михаил Казаков, это будет посильнее любой диеты. Прежде всего нужно уважать себя и стараться, так сказать, сохранить свое здоровье. Постараться растянуть его как можно дольше. Ну и, безусловно, в работе, в бесконечных переездах, в самолетах, в поездах и так далее. Поэтому тут уже накладывать, наверное, это... Стараюсь подальше жить от театра, чтобы ходить пешком. Молотая кровь играет... А вот наш земляк, нанесалист Большого театра России, Алексей Тихомиров, как раз сетует на то, что работа порой отдаляет от родного дома и семьи. Но это вспоминает наименные названия оперы «Сила судьбы». Опера – это как машина времени. Мы должны прийти и переместиться в ту эпоху, в которую должен быть этот персонаж Борис Годунов. Увидеть эти палаты царские, увидеть этих бояр, увидеть царя в роскошном костюме, шапка Мономаха. Все это обязательно должно быть. Потому что как-то потеряли мы любовь к родине. Мы долгое время на Запад всегда смотрели с каким-то выдушевлением, с каким-то восторгом. Это еще с тех времен советских идет. Можно исследовать каждый сантиметр площади, где разыгрываются истории Хозе и Кармен, Одина и Немарина, Пинкертона и Чио-Чио-Сан и многих других бессмертных персонажей. Измываться, восхищаться и сочувствовать. Градус пристального внимания со знаками «плюс» или «минус» в этом году особо подстегнул интерес к опере и ее составляющих. Я выступаю в одной роли. А вот тогда, когда спектакль идет, я выступаю прежде всего в образе слушателя. И я хочу получить удовольствие прежде всего от красок в голосе, от смены звука. Это зависит от стиля, в котором написана опера. Это зависит от того, в какой стране принадлежит тот или иной композитор. Финальный спектакль – это сгусток эмоций. Тема судьбы, предательства и мести в опере Верди Регалетта высшего эмоционального накала. Если в опере кого-нибудь в конце не убили, оперы нет. Ну, это, к сожалению, так, да. Они же обязательно должны страдать. Два часа ныть. Тогда это опера, да. Не, а что по Регалетту? Вы знаете, я скажу так, что в любом случае, какая бы роль ни была, голосом нужно уметь передавать нежность, нужно уметь ласкать. Иначе петь вообще. Понимаете, остальное все крик идет. Злость. Но надо и злостью уметь ласкать. Две Венеры встречаются на серьезном экзамене для восходящей звезды татарского оперного Венеры Протасовой. Сегодня она впервые поет «Джильду». Когда-то в этой партии блистала Венера Ганеева. И эту партию считает своим трамплином к успеху. Ой, это такая пара была. Там такие партнеры. Путильин, Николай Путильин, и Ластовка, и там Галевинский. В общем, из Ахмеда Агадия. Ну, конечно, это незабываемое время для меня было. Незабываемое. Для любой партии очень важно, чтобы и голос, и актерские данные, это все вместе, они дают именно тот образ, который задумывал композитор. И чтобы хорошо это спеть, хорошо сыграть, им нужно, конечно, очень много сил для этого положить. Еще два вечера с артистами, обязательно включающими в свой гастрольный график, Шаляпинский фестиваль пролетят незаметно. Но ровно через год в домах российских звезд и наших соотечественников, ныне живущих и работающих за границей, обязательно раздастся звонок из Казани. Громкие истории найдут свое продолжение на очереди Трубадор Джузеппе Вердзе, на премьере которой падали в обморок и возвращение пиковой дамы. И здесь уже, как говорится, не до веселья. В такой юбилей, и Шаляпинский фестиваль, тем более на первую оперу, которая открывает этот фестиваль, и с участием президента я нахожусь здесь впервые. Поэтому для меня вот эта вот миссия, которая сегодня наложена, она очень ответственная и почетная, и я очень горда этим. Дмитрий Пивоваров, Рустам Кадыров, Роман Фенин, Эфир24. Итак, Юрий Павлович, 33-й фестиваль практически близится к завершению. Осталось, если не ошибаюсь, два галда-концерта. Чему обязан фестиваль своей многолетней историей, и чем он уникален? Ну, прежде всего, наверное, как отправной точкой, он уникален тем, что у нас родился Федор Иванович Шаляпин. Это та фигура в певческом мире, которая притягивает в себе внимание всех служителей музы. Это прежде всего. Ну, а уже, конечно, одним именем ты ничего не сделаешь. Нужно качество. И поэтому год от года фестиваль все набирал силу, мощь. И вот к 33-му фестивалю он, по-моему, ну, и не только к 33-му, а еще и, в общем, десятки лет назад он уже состоялся так, как он... Ну, в чем главные особенности? Каковы основные традиции? Чем он привлекает? А певцами. Это фестиваль певцов. Прежде всего, наш зритель идет на того или иного певца. Да. Поэтому-то у нас, конечно, и собираются аншлаги не только на Шаляпин фестиваль, но и на рядовые спектакли. В общем-то, у нас, по большому счету, нет своих солистов. У нас только два человека такого экстракласса. Это Шаги Муратов и Михаил Казаков. А так, в общем, на третьи, вторые партии только у нас солисты. И поэтому на каждый рядовой спектакль мы собираем солистов всего мира. Поэтому, конечно, вот это и привлекает уже которые десятки лет у нас просто билеты не достать. Например, сейчас уже начинаем продавать билеты на апрель месяц, второй половины, потому что уже март, уже все продано. Алексей Юрьевич, вы согласны? Вы, как критик, уже не первый год участвуете в фестивале. Чем он вам запомнился, вот этот тридцать тридцать? Я думаю, что одним из важных достоинств этого фестиваля является то, что он постоянно меняется. И оставаясь как бы в концепции своей, оставаясь фестивалем певцов, он все равно трансформируется в фестиваль современных оперных тенденций. Вот в этот фестиваль я бы отметил очень яркие какие-то, не скажу дебюты, но какие-то проявления дирижеров в этом году, как никогда, было очень разнообразно. Первый раз, по-моему, такое количество дирижеров у нас. Очень большое количество дирижеров, из которых я бы отметил очень интересный дебют в театре дирижера Валитова. Удивительный дирижер. Мне кажется, что еще пройдет несколько, небольшое количество времени, и он войдет в обойму, в дирижерскую элиту мировую. Потому что он блестяще продирижировал в день рождения Шаляпина 13 февраля Борисом Годуновым. И потенциал, конечно, колоссальный. Ну и кроме того, конечно, итальянская обойма, дирижер Пармиджани, Марко Боэми, наши уже известные нами, любимые дирижеры. Конечно, блистательный дирижер, главный дирижер, это Ренат Салаватов. Но в этом году фестиваль, мне кажется, отключился как раз вот такими дирижерами. Интересными дирижерами. Интересными, да. Интересными проявлениями. И Казань становится, открывает каких-то дирижеров и для себя, и для Казани, и для России. Вот пример Валитии. Не только певцов открывает, но еще и дирижер открывает. Юрий Павлович, Шаляпин по своей натуре, по своей форме был реформатором. Он внес очень много изменений в самопадачу современного музыкального театра. По сути, Шаляпинский фестиваль тоже должен нести в себе такую функцию. Способствует ли он развитию в целом культуры в России? Он не может не способствовать, естественно. Ну, не знаю, как насчет реформаторства. Но то, что он должен привлекать зрителя, и не просто там каким-то своей наготой, как иногда бывает, вы понимаете, что вы готовите, а, по-моему, высочайшим искусством. Как и в живописи, в сценографии, так и в локальном искусстве, и в музыке. Только вот этим. И слава тебе, Господи, что у нас сейчас, в принципе-то, уже которые десятки лет, просто молодежь ведь ходит. Не просто пожилая, а молодежь ходит. Они тянутся к искусству. Потому что это вот мое мнение, такой сложный упоколебать, все-таки оперное искусство. Это самый демократичный вид искусства. Когда, конечно, хорошая опера, музыка, солисты, сценография, и все это вместе дает колоссальный эффект воздействия на органы, восприятия зрителей. Колоссальный. Ну, тем не менее, это академический театр, это классика. И, Алексей Юрьевич, все-таки классика, она остается неизменной, или она подается современным влиянием, возможно, в том числе и финансовому кризису? Ну, к счастью, финансовый кризис на 33-й Шаляпинский фестиваль никак не повлиял. Это мы можем констатировать. Это мы можем констатировать, да. Что же касается влияния, ну, мы живем в эпоху режиссерского театра. И влияние режиссуры, которая, кстати, которому способствовал Шаляпин. И, пожалуй, он первый оперный певец, который отдавал режиссуре очень большое внимание. И, собственно, это первый актер оперного театра, с чего начинается режиссерский театр. Сегодня режиссер, певец не может выйти на сцену без задач, помимо вокальных, но еще и режиссерских и постановочных задач. Что касается фестиваля, то любовный напиток – яркий пример многоплановости и многоуровневости задач режиссерских. И, в общем, те певцы, которые там участвуют, это уже певцы-актеры. Поэтому в этом отношении Шаляпинский театр, естественно, становится актуальным театром вообще как вид искусства. И вообще сегодня мы живем в эпоху, когда оперный театр – самый передовой театр. Ну, мне довелось посмотреть несколько спектаклей в Казани драматических театров. И я могу сказать, что, конечно же, с точки зрения театра, Казанский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля – первый театр в регионе. Пусть на меня не обижаются коллеги, но вот сегодня это так. Но это мнение Крисика, мы должны с ним считаться. Я бы это, конечно, выговорить, не сказал с Крисом. Ну, конечно, сказался. Просто этого широкая публика не замечает. А то, что они бесследны, конечно, есть. Но это уже искусство нашего директора, который, в общем-то, не показывает и пот не утирает со лба. А идет вроде все так, как есть. То есть зритель не видит вот кухню эту, а он не видит красочные спектакли на сцене. Ну, праздник Викторника из года в год. Ну, это здорово, что мы можем справляться с этими проблемами. Ну, а я бы хотел напомнить телефон прямого эфира – 511-99-66. И у нас есть уже первый звонок в студию. Итак, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. 33-й Шаляпинский фестиваль заканчивается, завершается. Чего нам ждать от следующего фестиваля, который будет через год, мы надеемся, и какие планы в целом у оперного театра? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Итак, есть ли вообще планы на вашу фестиваль? Ну, конечно. В сентябре месяце мы ставим новый спектакль будет, старый мы сняли. Трубадур. Это, я думаю, мы этим спектаклем начнем 34-й оперный фестиваль. Игни Федора Ивановича Шаляпина. Вот это хотел бы отметить я. Уже есть такие четкие планы, да? Но в этом году мы также отмечаем 140-летие Казанской оперы. Какова она сегодня? Можете охарактеризовать как критика, как специалист, как организатор театральных мероприятий. Сильно ли она изменилась? Все-таки хотелось бы акцентировать, что все-таки это классическое искусство. Юрий Павлович уже сказал, что в театре нет своей труппы. И в труппе только двое ведущих солистов, которые, в общем, являются не только лицом Казанской оперы, но также лицом Большого театра, Метрополитен. Вот растет третья. Да, растет, видимо, третья. У нас действительно показалась одна девушка блистательна. Венера Протасова. Она поддерживает традицию колоратур из Казани. Здесь действительно были выдающиеся колоратуры, известные во всем мире. И вот Венера Протасова, продолжение Альбины Шагимуратовой, видимо, сейчас вот такая же большая перспектива. Возвращаясь к вашему вопросу, конечно, 140 лет – это большой возраст. И это говорит о том, что публика хотела оперу 140 лет назад, и также точно она хочет ее и сейчас слушать, видеть. Другое дело, что театр предлагает совсем другое зрелище, чем то, которое было 140 лет назад. Но, повторюсь, за эти годы театр не терял времени. Он воспитал эту самую публику, которая покупает билеты, снятает билеты как 140 лет назад, так и сейчас. Юрий Павлович, наверное, может подтвердить. Юрий Павлович ответил, что публика помолодела. Как вы думаете, чем это обусловлено? Ну, это обусловлено тем, что театр сегодня отвечает запросам этой публики. Он отвечает запросам времени. Он является передовым театральным организмом не только в регионе, но и, пожалуй, в России. Вообще, искусство Татарстана знают в большинстве своем по искусству театров и балета. И в Москве, и в центре России, и в мире. Так что он является таким предвестником и таким послом от Татарстана. Ну, и, конечно, великий бренд. Это огромное достоинство и удача, что самый известный бас в мире, Шаляпин, родился здесь. И театр умело, может быть, я так скажу, эксплуатирует этот бренд. Но как эксплуатирует? Он создает благодаря этому новую продукцию, новые спектакли. Поэтому есть элемент развития. И вот недаром мы упомянули Венеру и Протасу, потому что у нас наметились перспективы даже вот такие. И с этой позиции. То есть, в принципе, Шаляпинский фестиваль рождает новых звезд. Об этом можно говорить, да? Конечно, он всегда рождал. Но вот сейчас это своя. Это дорогого стоит. Это бальзам на душу. Ну, конечно, это очень важно. Но, коль уж мы с вами заговорили о внимании публики, я бы хотел обратиться к нашему голосованию ВКонтакте. У нас есть вопрос, который мы задавали нашим пользователям. Какое влияние, на ваш взгляд, оказывает Шаляпинский фестиваль на культурную жизнь Казани? И здесь вот интересно было бы ваше мнение послушать. Потому что большинство пока считает, 66%, что это праздник для любителей оперы. Остальная половина не считает это значимым событием. Я думаю, это колоссальная цифра. Но 66%. Что это считает? Это колоссальная цифра. Мы вообще считаем, что у нас... Я хотел спросить, это случайные зрители или это постоянные зрители, которые из года в год ходят? Как вы думаете? Ну, в принципе, зрители, которые ходят из года в год, у нас, в принципе, я так думаю... В принципе, вообще их, по-моему, 3% населения. Это статистика. 3% городского населения – это постоянный зритель кубернатского фестиваль. Есть такая статистика. Да, где-то 100 тысяч, ну, может, 120 тысяч, которые... Ну, не могут не ходить. То есть это все, это душа. Это от душа отдыхает. То есть они, вот то, что есть в душе, вот они находят какое-то адекватное решение со сцены. Несет вот то, что у них душа вас требует. Это здорово, но, помимо этого, в рамках фестиваля каждый год празднуется и день рождения, да, дату рождения Федора Ивановича в этом году. Что за постановка была и почему решили именно ее сделать? Какой постановка? Ну, 13 февраля. Это традиция, она не меняется. Борис Гуднов, им день рождения Шаляпина. Для того, что это лейбовая такая партия Шаляпина. У Бами Шаляпина мы митинг проводим с клубом любителей оперы, там, ну, собираются общество, общественность. В общем, это очень приятно, конечно. И меньше не становится на митинге любителей оперы, которые ходят и в мороз, в стужу, в дождь, стоят на митинге. Это, конечно, здорово. Это, я думаю, приятно вам, как организаторам. Ну, и здесь хотелось бы пояснить такой момент. Алексей Юрьевич, я читал ваше интервью, где вы сетуете во многом на содержание музыкального балласта во многих трупах в России, вокального балласта. Как вы считаете, как с этим обстоит дело в Казани? Ну, трупы-то нет в Казани, понимаете? Поэтому и балласта нет. Но была! Но была! Понимаете, это европейская такая схема, модель существования оперного театра. Она дает свои плоды. Например, если певец вдруг не может петь какую-то партию, теряет форму, то приглашается уже другой певец, который входит в это дело. Другое дело, возникают сложности с поддержанием режиссерских спектаклей. Например, вот очень много спектаклей поставил Михаил Паджавидзе. И тут очень важно, чтобы вы... А спектакли его очень сложны, очень загружены. Вот сейчас, например, тот же Юра Александров поставил «Любовный напиток». Невероятно тяжелый спектакль по актерским задачам. И поэтому теми, с кем он поработал, это вот я вижу. А как будет дальше, это уже усложняется. Ну, она приезжает и поможет к режиссеру. Она приезжает и за несколько дней... Театр в этой ситуации находит форму работы, чтобы спектакль постоянно поддерживать. И доводит до сцены. Ну, трупы нет, но есть театр. Понимаете? Поэтому это такая схема, по которой работают все в Европе. И она позволяет избежать балласта, поддерживать форму певца. Поэтому, на мой взгляд, очень жизненно действенная форма. И она в Казани очень хорошо работает. Ну, у нас остается не так много времени до конца эфира. Юрий Павлович, хотелось бы послушать вас. Подводить небольшие итоги фестиваля. Что удалось, что, может быть, не удалось. И как вы в целом оцениваете это событие? Все-таки 33-летие. Да, конечно, конечно. Ну, вы знаете что? Удалось, по-моему, все спектакли. Вот, по сравнению с... Бывало, конечно. Ждешь от спектакля. И он не выстрелил. Хотя солист суперклассный. Не знаю, по каким параметрам. Нынче же все спектакли прошли на высоком уровне. Ни одного спектакля, на наш взгляд, провального не было. А то, что не удалось, мы не смогли удовлетворить потребности всех потенциальных зрителей. Вот это нам не удается никогда. И не удастся, мне кажется. Ну и... Фестиваль маленький. Да, наверное, вы правы. Фестиваль уже требует такого расширения. Но мне кажется, во-первых, удалось представить молодых солистов. Во-вторых, удалось зайти на чужую территорию и показать то, чего раньше даже запланировать нельзя было. Например, Порги и Бес. То есть это как бы другой стилевой, другая стилевая вообще эстетика. И вообще много чего удалось. Удалось показать много дирижеров. Удалось устроить праздник. Праздник удался. Юрий Павлович абсолютно прав. В этом году спектакли все прошли на каком-то очень высоком тонусе. И провалов... Бывает же всякое в театре. Это же живое дело. И провалов, в общем, не было. Поэтому вот остались заключительные галоконцерты, которые огромные просто. С таким количеством номеров. Ну, будем ждать от них еще чего-то такого неожиданного. Трактического. Да. Но на самом деле фестиваль, уже можно говорить, прошел очень интересно. И живо, и необычно по сравнению с предыдущими фестивалями. А в этом залог его жизнестойкости и интереса к нему публике. Ждал я от вас, как от критика, той ложки дегтя. Так, видимо, не удалось мне ее заполучить. Видимо, действительно, все было хорошо. Это радует. Есть люди, которым эту ложку дегтя, да, понимаешь. Но, знаете что, я не буду, я говорю, пропонтировать. Еще раз повторюсь. Я говорю, вот Фаин Грюра Раневская сказала, что есть люди, у которых в душе Бог. У кого есть... Вторые, у кого есть дьявол в душе. У кого есть третий, у кого одни глисты. На этой прекрасной цитате я предлагаю подвести итогу нашей беседе. Большое спасибо вам, что вы приняли участие в нашей программе. Думаю, что через год мы обязательно встретимся в этой же студии и обсудим уже 34-й фестиваль. На этом мы попрощаемся с нашими телезрителями. Это была программа «Главные новости». В студии была Тимур Рага. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин